Жители дома номер 43 по улице Полбина получили счет за капитальный ремонт на десятки тысяч рублей. Помимо внушительной суммы собственников, квартир удивляет и то, что все работы по благоустройству они выполняли самостоятельно. Кроме стандартного счета за коммунальные услуги, владельцам в этом месяце придется оплатить около 27 тысяч рублей за капремонт с каждой квартиры. Такое письмо счастья шокировало жителей дома. Мы вообще обомлели, когда я получила это. Фаск не схватил нас. Это на самом деле. 26 544 рубля. Я где их возьму? Такие деньги. 26 тысяч. Из пенсии тем более. Многие живут в пятиэтажке на Полбина 43 еще с момента ее основания. 1965 года. Для большинства владельцев это здание больше, чем многоквартирный дом. Обустраивают территорию, по словам жильцов, они исключительно на собственные средства, отданные в кооператив. Поэтому оснований для выставленного счета не видят. Многие жильцы сначала даже подумали, что это мошенники или чей-то злой розыгрыш. Однако выставленный счет оказался законным и обоснованным, так как несколько лет назад изменилась ответственная за капитальный ремонт организация. В 2014 году у нас прошло собрание собственников жилья, где мы выбрали региональный фонд. Соответственно, протокол был отправлен в жилищную инспекцию, согласно закону, и региональный фонд должен был вставлять платежки на взносы. Что они, по сути дела, не делали. Прошло 9 лет. У нас все успешно забыли об этом. И тут пришла платежка за май месяц, где было включено еще доплата в размере 27 тысяч рублей. По этой причине обязательства по оплате жильцы должны выполнять еще с 1 декабря 2014 года. Однако ни разу капитальный ремонт не был включен в счет за коммунальные услуги. Первый платеж пришел в мае сразу за несколько лет. Кто виноват в сложившейся ситуации, может объективно выяснить только агентство государственного строительного и жилищного надзора. Если жители дома на Полбина 43, туда обратятся. Где-то нарушено взаимодействие. Здесь надо разбираться. Каждый случай индивидуальный. Здесь могли либо в фонде какой-то документ потерять, либо в платежном агенте. Тут надо будет разбираться. Разобраться можно будет при наличии обращений соответствующего. Однако даже в случае выявления виновника в действующем законодательстве, по словам специалистов, не предусмотрены меры ответственности за невыставление счета. А вот долговые обязательства собственников жилья никто не снимет. Законодательство, именно жилищный кодекс, обязывает собственников жилья на квартирных домах оплачивать именно взносы на капитальный ремонт. Это с 2014 года у нас эта программа действует, до 2044 года, 30 лет. И эти денежные средства расходуются только на капитальный ремонт. Поэтому единственное, что сейчас может помочь в ситуации владельцам жилья – рассрочка, которую может предоставить региональный фонд. Сегодня суммы, которые жителям, по сути, за практически 8 лет начислили, они значительные. И у нас в фонде капитального ремонта, в данном случае, для людей предусмотрена возможность получить рассрочку. Для этого необходимо посетить нашу организацию, составить заявление с помощью наших специалистов и получить рассрочку сроком до 12 месяцев. Подать заявление можно и в электронном виде на почту фондгкксобакамайл.ру. При рассрочке также можно будет сохранить льготы. Например, компенсацию платежей 50% для пенсионеров старше 70 лет и 100% для пенсионеров старше 80. Чтобы это сделать, необходимо будет обратиться в социальную защиту. Подобные ситуации в Ульяновской области происходят редко, но никогда не будет лишним подстраховаться. Проверить начисление за коммунальные услуги можно на сайте фонда модернизации ЖКХ. По вкладке «Найди свой дом». Юлия Руднева, Герман Баранов, Геннадий Бухтояров, Уллправда ТВ.